Здравствуйте, дорогие мои зрители, подписчики! Сейчас мы продолжаем серию антискам, где я рассказываю о том, как обманывают людей всякие финансовые, в кавычках, организации, которые прикидываются таковыми. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о рынке Форекс. Все это знают, это все на слуху, реклама везде, научись трейдингу, очень много учителей вот этих, которые... Почему так много учителей, собственно? Почему брокерам Форекса выгодно, чтобы люди учились трейдить на рынке? Что такое трейдинг сам по себе? Это когда ты покупаешь дешевле, продаешь дороже какой-нибудь актив. И это пытаются сделать одновременно много-много-много людей. И вот, значит, трейдер – это тот, кто обыгрывает всех и зарабатывает на этом. То есть кто-то теряет, кто-то приобретает. То есть на рынке всегда возникает баланс. И, ну так условно скажем, в объеме торгов примерно одинаковое количество проигравших и победивших. Проигравших, если считать не в объеме торгов, а в количестве человек, гораздо больше, потому что просто больше новичков и больше людей, у которых меньше опыта. Ну ладно, сейчас не об этом. Брокер выигрывает в любом случае. Почему? Потому что он зарабатывает не с плюсов и не теряет на минусах, он зарабатывает с комиссией. Это как биржа, так же и брокер у Форекса. Просто, чтобы торговать на бирже, например, на Московской и Международской валютной биржи, на каких-нибудь там биржах сырьевых, там товаренно-сырьевых и так далее, необходимо иметь приличный капитал. Это гораздо больше, чем 10 или 20 тысяч долларов. Это от 100 тысяч долларов и больше. Таких капиталов мало у кого есть. И вот брокеры придумали такую штуку, как предоставлять свои услуги посреднические, для того, чтобы можно было торговать на меньших объемах, но с кредитным плечом. То есть ты заводишь на рынок, вот тут, пардон, оговорочка по Фрейду, не на рынок, а к брокеру, тысячи долларов, и они эту тысячу увеличивают в 100 раз. То есть у тебя 100 тысяч долларов. Вот как раз та самая сумма, которую необходимо, чтобы заводить на рынок. Эти 90 тысяч долларов, вернее, 99 тысяч долларов дополнительно, это средства брокера, которые там он сам, неважно как, откуда берет, там они и заемные, и его средства и так далее, для того, чтобы прикрыть твою сделку. То есть ты вкладываешь тысячу, тебе дадут еще 99 тысяч долларов, ты входишь в сделку, но гарантией того, что ты вернешь долг, вот эти 99 тысяч долларов, является твой депозит. То есть если ты в сделке уйдешь меньше, чем депозит, то есть потеряешь больше, чем депозит, все, твой депозит сгорает, и ничего не происходит. Брокер, ну то есть ты потерял тысячу долларов, но ты зато как бы входил в сделку на 100 тысяч долларов, то есть ты мог бы много заработать, но там не получилось, вошел не в ту сделку, рынок пошел не туда, ты потерял эту тысячу долларов. Это, в общем, все, чем ты рискуешь. Что потерял брокер? Ничего, потому что это твоя тысяча долларов, он тебе помог выйти на рынок, он тебе дал даже кредитное плечо, потерял, ну и все. Твоя сумма сгорела. Он заработал, почему? Потому что есть свопы, есть спреды, это сколько берет реально рынок за выход на него. Ну, это не заработок брокера, это заработок биржи. Есть свопы, это когда сделка переходит на следующий день, на следующий. И есть еще так называемая комиссия брокера с любой сделки. Вот на этом зарабатывает брокер. Но все было бы так, все было бы хорошо, если бы этим все ограничивалось. Этим ничего не ограничивается. Здесь только самое интересное начинается. Все слышали выражение «кухня Форекс». Что такое кухня Форекс? Это когда ты заводишь на Форекс 100 долларов, например. Даже с плечом 100, 100 умножить на 100, это никак не 100 тысяч долларов. То есть не хватает этой суммы для того, чтобы выйти на рынок. Значит, играется, то есть вот эта самая внутренняя кухня Форекс. То есть рисуются графики, ну, некий скрипт, робот полностью повторяет движение рынка. Создается полная иллюзия, как будто ты торгуешь на рынке. На самом деле эти деньги на рынок не выводятся. Соответственно, рынок спред за это не берет. Но брокеры обычно рисуют, как будто рынок берет спред. Берут они его себе, естественно, этот спред. Что происходит? Смотрите. Вы завели 100 долларов. Вы, предположим, ничего не проигрываете, и вы успешный трейдер. Если вы проигрываете, то понятно. Вы завели 100 долларов, вы их проиграли на уменьшение сделки. На рынок они не вводились. Значит, эти деньги полностью остались у брокера. Но что делают те, кто выигрывает? Как будто бы. Как вот сливаются деньги грамотно? Вот, учитесь разводить, что называется, в кавычках. Вы видите, что клиент завел 100 долларов. Бац, у него через неделю 200. Через еще две недели у него там 400. Потом 700, 800. Так до 10 тысяч может дойти. То есть, он завел 100, у него 10 тысяч. То есть, получается, что он 9 900 заработал. Откуда взять 9 900 долларов? На рынке это можно взять только у тех трейдеров, которые проиграли. А у брокера? Если брокер не выводит вашу сделку на рынок, а играет внутри себя, то вы для него становитесь, внимание, термином. Убыточным клиентом. То есть, вы завели 100 долларов. Елки-палки. Вы заработали уже 9 900. Это чистый убыток брокера. Ну, за вычетом тех комиссий, спредов, свопов, которые он там себе взял. То есть, вы стали убыточным клиентом. Что делать? А делается очень просто. Попробуйте теперь вывести эти деньги. Вот у вас 9 900 долларов. Делайте вывод. У вас будет куча препонов. Почему вы эти деньги не выведете? И тут просто начинаю перечислять, с чем вы столкнетесь. Первое. Во-первых, у нас, да, собственно, не буду говорить тайной никакой, Кирилл Мужуков, основатель блокчейн-фонда, один из основателей, он проверил в свое время, он форексом занимался плотно, 150 договоров со 150 разными форекс-брокерами. Везде не было исключений, везде есть пункт, что брокер может сам вмешиваться в вашу сделку и по своему усмотрению ее или снимать, или стоп-лосс снимать, или проскальзывание делать. Это когда вы в сделку входите, она не работает, в другое время закрывается. То есть, например, вы поставили стоп-лосс на покупку чего-нибудь там, или на выход из сделки, а он сработал, но сработал, когда вы в сильном минусе, не тогда, когда вы хотели, и не тогда, когда вы выставили по параметрам. Ну, примерно так объясню. Вот, то есть, первый пункт. Брокер может по договору, который вы с ним подписали, входить в любую сделку и ее изменять. На моем счете лично брокер, который торговал, вернее, трейдер, который торговал на моем счете, на брокера матьюгами крыл, потому что брокер три раза сбросил сделку, которая пошла в плюс. Просто по своему вот какому-то там усмотрению. Я не знаю, как они это делают. Или у них автоматик срабатывает, или они вручную смотрят на сделки и снимают их. Там у них может целый штат стоит и так далее. Это первое. Второе. Что может еще сделать брокер? Вы не можете... Ну, ты посылаешь в саппорт, вот как это со мной было, например. Посылаешь в саппорт им такой инвойс на выведение средств. Все. Причем в моем случае даже было согласовано с учредителем компании брокерской L&H. И чего? И приходят ответы с саппорта. Мы не можем вам вывести средства, потому что вы не исполнили там какие-то обязательства по договору. Лезешь в обязательства по договору, сказано, у вас не хватает количества лотов. Ну, что значит количество лотов? Это вы недостаточно наделали операций, а у меня на тот момент, когда я выводил, был в плюсе 30%. В 30 или 35%. Мне трейдер сделал их за 2 недели. И сделал это какими-то там двумя или тремя операциями. То есть он успешно вошел на падение в биткоин, на росте в эфириум, и получилось весьма красиво. Потом он там на евро с долларом еще заработал. И за 2 недели заработал плюс 30%. Я убыточный клиент. Хотя я завел такую сумму, которая вполне позволяла выходить на рынок сделки. Но тем не менее, я ставлю на вывод, мне говорят, у вас недостаточно лотов. Ничего себе. Ладно. Я начинаю, вернее не я, там другой трейдер, потому что этот уже не стал мне торговать, там он другого дал. Другой трейдер начал мне торговать. Все началось красиво, там пару плюсов, потом начались минусы, потом эти стоп-лоссы не срабатывали, потом какие-то проскальзывания возникли, потом он стал ругать этого брокера, что тот ему снимает сделки, что-то не то делает. Потом свобы слишком большие возникли, потому что в одной сделке он слишком долго сидел. Потом они мне стали говорить, что что-то трейдер перегорел, видимо, в общем-то он 15 лет на рынке, но вот что-то он в неудачную сделку вошел, как-то так странно и так далее. То есть третье, что может сделать трейдер, второе, это просто он не дает на вывод средства. Третье, что он может сделать, он начинает, я не знаю, там как-то они с трейдерами там договариваются, там у них может есть свои трейдеры. Но трейдеры вдруг не так, как обычно начинают входить в сделки. Это объясняется тем, что трейдер сгорел, или трейдер вошел в какой-то раш, или там он сделал успешную сделку, вместо того, чтобы закончить, вошел в еще, ну как в казино, знаете, там выиграл, и нет, чтобы уйти, еще дальше играешь. В общем, такие вот всякие объяснения, эфирные. Следующая черешная штука, которую тоже может сделать брокер, или трейдер, который, вы знаете, у некоторых брокеров есть партнерские программы, то есть ты привел человека со всех комиссий, и ты там будешь с него получать. И некоторые бывают на 3-4 поколения дают программы. И вот есть люди, которые придумали роботов, на роботов, у роботов очень много, у брокеров, потому что рынок Форекс, он давний, криптовалютные, пардон, валютные пары ведут себя достаточно предсказуемо, там теханализ уже работает, все такое, аналитикам можно подвести, роботы, соответственно, соображают. Скальпингом там занимаются, или в долгие позиции входит, неважно, в общем, роботов много. И что может произойти? Какой-нибудь успешный трейдер написал робота, например, или сам торгует, неважно, и он этого робота раздает пользоваться всем тем, кто подписывается, ну, кого он рекомендует к этому брокеру, потому что он знает, что он с прибыли или с комиссией будет получать эту партнерку. Соответственно, ему выгодно такого робота написать, который будет заниматься скальпингом, ну, то есть, постоянно будет зарабатывать по чуть-чуть, но очень часто входить в сделки, чтобы было как можно больше комиссий, чтобы, ну, вот кто придумал этого, там, трейдера или робота, да, он, чтобы зарабатывал со всех тех, кого он привел к этому брокеру. Брокеру все равно, потому что он отдает от своих комиссий, там, процентов 20 на это партнерку. Что происходит в случае с роботом? Вот не все это понимают. Когда начинается какая-то история, то она, естественно, начинается, ну, там, большим людям роботы не торгуют, потому что роботы не входят в большие сделки. Все роботы, они по чуть-чуть торгуют, потому что, если робот начинает торговать по-крупному, он уже меняет рынок, против этого робота действуют такие же другие роботы, понимаете? Потому что, ну, как, не ты же один такой умный, ты робота придумал. Против твоего робота тебя же все обыграть хотят, все же хотят прибыль получить. Так вот, против твоего робота куча других роботов придумана, которые работают по-реальному, понимаете? А на кухне, может быть, другая история у брокера, который не выводит сделки в рынок. Так вот, на кухне заходят обычно с маленькими суммами, небольшие, до 5000 долларов люди начинают играться в этих роботов. И вот эти роботы начинают делать плюсы. Плюсы, 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 плюсы. Для чего? Вот сейчас я расскажу остальное, что еще делают в основном брокеры. То есть, как они не дают такие забрать ваши прибыли даже, которые вы сделали, якобы, как будто бы, да? На кухне их нет прибыли, поверьте. Итак, еще раз, прибыльный клиент для Форекса это убыточный клиент, если это на кухне происходит, да? Форексовская. Так вот, делают роботы плюсы. Или, например, есть еще одна такая фишка, например, вы успешный трейдер, вы там в рейтингах, потому что есть открытые рейтинги трейдеров там и так далее. И есть возможность подключиться к вашим операциям автоматически, чтобы они повторялись. Рискованно? Ну, рискованно. Почему? Потому что вы делаете плюс-плюс-плюс, потом вы по договоренности с брокером, например, делаете какой-нибудь крупный их 3-4 минуса. И все, что с вами там заработали, все сливается. Зачем сначала надо заработать, чтобы потом слить? Слить – это значит потерять свои деньги. Очень просто, чтобы вы завели большие деньги. Потому что вы сначала побаиваетесь этого рынка, вы не знаете, как пойдет торговля. Вас надо как-то заинтересовать. И вот вы заводите на рынок не 100 долларов, а 100 тысяч долларов. Или там 10 тысяч долларов. И вы думаете, что у вас же получается, все же вроде нормально, сейчас пойдет дальше. А вот дальше почему-то не идет. Почему? Ну, во-первых, в случае с роботом я уже объяснил, на больших сделках, больших суммах они просто начинают гасить друг друга и там менять стратегии надо. И роботов там подключить, и все такое. Вот. Если же вы вот этой всей большой шаблой, то есть грамотный трейдер со своим роботом или просто вручную, и там куча людей, которые он этого робота дал, или которые просто повторяют его сделки автоматически. И вот уже там большая такая толпа людей, там скажем, человек 300, каждый там по 100 долларов, кто-то 300 долларов, кто-то 3000 долларов внес. То есть это уже какая-то сумма весомая, там около 300-500 тысяч долларов накопилось. И вдруг эта вот вся сумма денег становится убыточной для брокера. То есть она вся идет в плюс. Что делает брокер? Очень просто. Либо он меняет алгоритм, у него же в договоре написано, что он может вмешиваться во все сделки. То есть либо если это случай с трейдером и договоренность с брокером у трейдера, он просто меняет алгоритм робота, и робот заходит в 3-4 неузначные сделки. Все, ваши деньги сведут. Знаете, я не буду просто затягивать это видео, вы можете со мной персонально там переговорить, что к чему и как происходит. Я просто вам намек дал. Самое главное, что надо понимать, вы ни в какой суд с этим не обратитесь. Никто вам не поможет вернуть деньги. Почему? А, кстати, было куча историй, когда вы там заработали много, прилично, скажем, с 10 тысяч долларов и заработали пятерку или со 100 тысяч долларов в 50. Все, вы едете в контору забирать деньги, пока вы туда едете, я знаю очень много таких историй, вы приезжаете, вам говорят, ну, мы вошли тут в сделку, она была очень выгодная, но почему-то рынок развелся никуда, вот мы как бы в минусе. Вы в суд никуда не обратитесь. Почему? Потому что, ну, а как вы будете судиться, с человеком, который вошел не в ту сделку. Когда вы подписываете договор с брокером, там сказано, что это рискованная инвестиция, что вы, что трейдер не отвечает за охранность ваших средств, что вы полностью отвечаете с тем, брокер не отвечает за охранность средств, с тем трейдером, с кем вы ведете дело. А с трейдером взятки в гладки, он просто не вошел не в ту сделку, вот и все. Вот так, друзья мои, такая история с форексом, так что имейте это в виду. Но я не хочу сказать, что форекс весь плохой. Конечно же, если вы сам трейдер, вы сам отвечаете за свои сделки, входите в них, если у вас и выходите из них. Если у вас проверенный трейдер, вернее, пардон, брокер, проверенных брокеров не так и много, там, Финам, Аль Пари, Форекс Фу Ю, может быть, там, и то, знаете, там есть к ним вопросы, и на всех названных, кроме, пожалуй, Финама, есть, вот эти кухни. И то, может, я про Финам плохо знаю, понимаете, я не специалист в рынке Форекс. Просто я с этим столкнулся, своими деньгами, очень изящно у меня это все дело увели, причем люди, которые учредили эту компанию, то есть там, где вообще комар как бы нос не поточен. Им плевать на репутацию, ребята. Они говорят, трейдер сгорит, если у меня не будут стальные яйца. Потом я понял, что он имеет в виду. Стальные яйца, это когда на совесть не обращаешь внимания и когда просто жестко работаешь по бизнесу, сливаешь средства клиента, делаешь себе плюс, ему минус и так далее. И потом, знаете, я очень много успел за последние вот три месяца пообщаться с людьми, которые просто на колл-центре работают, на Форексе, заводят деньги клиентов. Вот сейчас к нам многие в общий фонд пришли, такие продажники, просто потому, что у них совесть уже не позволяет им так делать, потому что они сначала по наивности, а потом они начинают понимать, что те деньги клиентов, которые они привели, через колл-центр, там вызвали и так далее, их просто сливают. И все. И не дают деньги вывести, потому что под любым предлогом тебе объяснят, что да, конечно, вы можете забрать сделки, но вот сейчас будет такая классная сделка, сейчас такие акции выходят на рынок, давайте вот купите. Там огромное профессиональное психологическое давление на людей. Так что, ребята, будьте внимательны. В криптовалютном мире тоже могут быть такие брокеры, сейчас брокеры форексовские берут себе криптовалюты, криптовалютные биржи начинают давать плечи, то есть будьте внимательны, аккуратны, только с проверенными компаниями и людьми имейте дело. Даже стемнело, потому что история темная, потому что концов не найдешь. Аккуратнее, ребята, аккуратнее. Пока. Продолжение следует...